Аллергик с 27-летним стажем. Так называет себя жительница Новочеркасска Наталья Хиабахова. А такой стаж обязывает. И сегодня она приехала в НИАП поучаствовать в акции «День борьбы с амброзией», проконсультироваться со специалистами и поделиться своим опытом лечения. Если еще 20 лет назад это было сопли из носа, чихание, слезотечение, то к 35 годам я пришла с тем, что утром мой лучший друг был препарат от аллергии, которая должна была выпить, а потом сказать «Доброе утро всем моим близким». У амброзии целых 12 аллергенов. Она очень агрессивна, легко выносит засуху и затопление. От этого карантинного сорняка страдает чуть ли не каждый четвертый житель нашего региона. И концентрация пыльцы и его в воздухе критическая, говорят результаты аэрополинологического мониторинга. У нас в нашем регионе зафиксировано в 2019 году 400 пыльцевых зерен в одном кубометре амброзии. В 2020-м 700 пыльцевых зерен. А это говорит о том, что это чрезвычайно критические пределы, поскольку клинические симптомы пыльцевой аллергии наблюдаются уже при концентрации пыльцевого зерна 10 пыльцевых зерен в одном кубическом метре. День борьбы с амброзией НИАП проводит вместе с Россельхознадзором. Хотят привлечь внимание общественности, чтобы на законодательном уровне выработать методы борьбы с амброзией. Ведь этот сорняк не только злейший враг аллергиков, он вредит сельскому хозяйству, истощает и иссушает почву. В Ростовской области амброзии заражено больше миллиона гектаров земли. И уничтожать сорняк нужно именно сейчас, до периода цветения. Вырывать амброзию нужно обязательно с корнями, так как если ее скосить, то из одного ростка появится целых пять. Прям гидра какая-то. Борьба с амброзией сейчас в основном дело собственников земли. Но им проще заплатить штраф, чем бороться. Тем более штрафы сегодня крайне низкие. 300-500 рублей свизлится и незначительно выше для ИП и юрлиц. Специалистами управления ежегодно проводятся обследования по выявлению очагов амброзии. Проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию этих очагов. На сегодняшний день составлено 64 протокола по области. По статье 10.1 Кодекса о административных правонарушениях это за нарушение правил борьбы с карантинными сорными растениями. Аллергологи предупреждают, к 2050 году концентрация пыльцевых зерен амброзии в воздухе увеличится еще в четыре раза. А значит, без системной программы уничтожения сорняка болеть амбразийным полинозом будет уже каждый второй. Татьяна Цепелева, Максим Шапошников, Первый Ростовский. Татьяна Цепелева, Максим Шапошников, Первый Ростовский.